Доброе время суток, уважаемые радио и телезрители! Я рад представить вам небольшой подкаст, посвященный JavaScript разработке. Этот подкаст родился из-за того, что много моих друзей-программистов достаточно часто спорили со мной о том, насколько JavaScript силен, насколько этот язык мощный и насколько мы можем использовать этот язык в действительно серьезных проектах. Чтобы доказать, что этот язык может использоваться в больших проектах и на нем можно писать интересные вещи, я решил записать этот подкаст. Сегодня я расскажу вам об интересных, на мой взгляд, проектах, которые я нашел в интернете и которые мне показали мои друзья. И которые, в свою очередь, показывают, насколько мы можем использовать JavaScript не только в вебе, но и в нестандартных для него проектах. Итак, перейдем к первой программе, к первому проекту. Это уже известный многим UI-щикам проект, называющийся PDF.js. PDF.js, его автор Adrias Gal, написал PDF-парсер на чистом JavaScript. Этот парсер разбирает PDF-файл и выводит его в браузер с помощью HTML5 и CSS3. При старте здесь уже выводится какой-то дефолтный PDF-файл. Мы видим, что это действительно похоже на то, что мы видим в Adobe Reader. Основной плюс, который приводит автор, это то, что вам не нужно ставить никакие специальные программы, чтобы прочитать свою любимую книжку. Вы можете делать с помощью браузера, который есть на любом компьютере. Как вы видите, есть проблемы с выводом шрифтов, с выводом различных символов. Это хорошо видно на легенде. Кстати, график выводится с помощью HTML5 Canvas. Итак, интересный достаточно проект. Он показывает, что можно писать интересные вещи с помощью этого языка. Итак, четвертое место. Проект PDF.js. Итак, на третьем месте нашего сегодняшнего Аппликейшн Парада еще более интересный проект, который называется JSMAD. JSMAD – это полноценный JavaScript MP3 Player. Я думаю, многие из вас, те из вас, точнее, кто имел опыт работы с такими языками, как C++, возможно, слышали о библиотеке LibMAD. LibMAD – это open-source библиотека для работы с MP3-файлами. Автор JSMAD, Крис Хейлман, взял эту библиотеку за основу и переписал ее на JavaScript. Тем самым мы имеем натуральный MP3-плеер. Самое интересное в этом проекте то, что MP3-файл, помимо того, что он разбирается, из него вытаскивается превьюшка и D3-теги, он еще и проигрывается на лету в реальном времени. То есть музыкальный поток выводится в браузер, а тот, в свою очередь, на звуковую карту. Давайте продемонстрируем это. Как вы видите, при загрузке файла загружается картинка, если она есть внутри, загружается название трека, его автор, альбом, трек, год и так далее. То есть, как вы видите, достаточно стандартный на сегодняшний день парсер. Это было третье место нашего сегодняшнего аппликейшн-парада. И проект называется JS-MAT, JavaScript MP3-плеер. Итак, дальше еще интересней. Я думаю, многие из вас уже слышали о сервер-сайт JavaScript. Теперь сервера можно писать не только на Java, C++, C Sharp и так далее, а также на JavaScript. Около пяти лет назад некий Райан Далл стартовал проект, который называется Node.js. Node.js это полноценный веб-сервер, который можно писать на JavaScript. На самом деле сервер написан на C и C++. В его основе лежит V8, это гугловский JavaScript компилятор. И посему сервера, написанные с помощью Node.js, достаточно быстрые и продуктивные. Если сравнивать с стандартным Apache, то сервер, написанный на Node.js, будет выдерживать большую нагрузку. Это его основной плюс. Ну и второй его плюс, это естественно, что для веб-юай разработчиков написание как клиентской, так и серверной части в значительной мере облегчается. Итак, у меня есть небольшой пример, который я составил специально для этого подкаста. И я хотел бы немного остановиться на нем. Итак, наша задача будет создать очень простой сервер, который будет просто отдавать файлы нашему клиенту, то есть браузеру. На UI у нас будет достаточно простое приложение, какое я покажу чуть позже. На сервере мы будем использовать только JavaScript, чтобы доступаться к файловой системе, загружать файлы и так далее. Проект достаточно простой, это не займет много времени. Итак, с чего начинается наш сервер? Сервер наш начинается с какого-то главного файла. Я назвал его server.js. И все, что нам нужно, это собственно создать наш сервер. Для этого мы подключаем модуль, который называется HTTP. Наш сервер будет HTTP. И подключаем два дополнительных модуля, о них я расскажу чуть позже. После этого в переменной HTTP есть метод createServer, в который мы передаем функцию router. Она будет вызываться каждый раз, когда к нам приходит HTTP request. И функция createServer возвращает объект, в котором мы можем указать, какой порт и какой хост мы слушаем. Порт и хост у нас указаны в небольшой конфигурации. Итак, возвращаемся в сервер. На этом все. Собственно, наш сервер создан. Мы можем уже сейчас его запускать и проверять, как он работает. Давайте разберем роутер. Роутер достаточно прост. Он смотрит на тип реквеста. Если это get, то он создает некий response. И на этом заканчивает свою работу. А response точно так же еще более прост. Мы выводим в консоль о том, что пришел реквест с определенным URL. Подготавливаем URL. Загружаем файл с файловой системы. И выставляем некий callback, который вызовется после того, как файл будет загружен. Концепция callback и event это сердце Node.js. Очень важно понимать, что файловые операции, доступ к базам данных и другие похожие операции, они занимают какое-то время. И поэтому в тот момент, когда база данных думает или происходит доступ к файловой системе, в этот момент классический сервер простаивает. Node.js в этот момент может выполнять другие, обрабатывать другие реквесты или выполнять какие-то другие действия. Именно на этом основана однопоточность в JavaScript и в частности в Node.js. Итак, мы выставляем функцию callback, которая вызовется, когда файл будет загружен. И вызываем функцию makeResponse. MakeResponse в случае успеха выставляет 200-й код ошибки и выставляет контент-тайп для нашего файла. Контент-тайпы у нас определены немножко выше. То есть все достаточно просто. Если в URL-е пришел запрос на HTML-файл, мы загружаем текст HTML и так далее. Итак, на этом все. Пробуем запустить наш сервер. Кстати, прошу заметить, что Node.js представлен всего лишь в одном файле. Это интерпретатор с V8, о котором я рассказывал. Опускается он достаточно просто. Итак, наш сервер запущен. Он слушает в XMI 1000 порт на локал-фосте. Давайте попробуем зайти на него с браузера и посмотреть, что же там на UI творится. Итак, прошу вас обратить внимание на серверную часть, она находится слева. Сейчас сервер будет отдавать файлы клиенту. Итак, поехали. Вуаля. Как видите, клиент у нас заработал. Мы летим в облаках. И бесконечно этому радуемся. А наш сервер отдал. CSS, JS, HTML, снова JS, PNG, файлы. Итак, как вы видите, создать сервер с помощью Node.js и JavaScript, JavaScript, это не составляет никакого труда любому UIщику, который имел дело с клиентским JavaScript. И, соответственно, разработка серверов значительным образом упрощается. Я не буду вникать в тонкости разработки с помощью Node.js. Вы можете погуглить и найти ответы на все ваши вопросы. Все исходники и всех проектов, которых я сегодня рассказываю, есть на GitHub. Так что это тоже не ставит большого труда. Итак, второе место нашего сегодняшнего аппликейшн парада – это сервер сайт JavaScript и именно Node.js. Итак, покидая невероятную радость от того, что мы умеем летать с помощью браузера, мы переходим к первому месту. А первое место сегодня занял наиболее оригинальный проект, на мой взгляд. Это JS Linux. JS Linux – это проект Фабрица Белларда, известного французского математика. И вообще очень умного и хорошего человека. Что тут сказать? Это полноценный Linux, который работает внутри браузера. Я думаю, стоит сказать пару слов о деталях разработки этого проекта. Фабриц разработал некий эмулятор, который называется QEMU. QEMU – это интерпретатор, который может эмулировать компьютер. То есть мы можем скармливать ему бинарный код, машинный код. И этот машинный код будет интерпретирован в какие-то действия, которые выполняет наш центральный процессор. Звучит невероятно, но самое интересное, что Беллард написал вариант QEMU на JavaScript. То есть у нас есть некий JavaScript эмулятор, у нас есть дамп нашего Linux и всех программ. Дамп скармливается эмулятору, и мы видим, как наш Linux работает. Давайте посмотрим, как он загружается. Вуаля. Что тут у нас есть? На самом деле это не какая-нибудь эмуляция или еще что-либо. Это действительно операционная система. Здесь есть команды, здесь есть компилятор. Здесь можно выходить в сеть, здесь можно делать много интересных вещей, здесь есть своя память и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не являюсь большим специалистом по Unix системам, но существование такого проекта для меня является действительно диковинкой. Это в который раз показывает нам, что язык, о котором сегодня идет речь, действительно интересен, и его можно использовать в интересных и сложных проектах. Итак, первое место нашего сегодняшнего аппликейшн-парада у Фабриса Белларда и его JS Linux. Я очень рад, что вы меня выслушали, всем спасибо, удачного дня! Продолжение следует...